Я просыпаюсь и думаю о музыке, но стараюсь работать как можно больше в области защиты прав животных. Если бы вы приставили к моей голове курок и сказали выбрать между музыкой и правами животных, я бы выбрал права животных. Ничего, абсолютно ничего не может для меня по важности сравниться с активизмом по защите прав животных. Я бы завтра умер, да я бы умер прямо сейчас, если бы это пошло на пользу прав животных. Надеюсь, что я со временем стал менее эгоистичным. 20 лет назад я уделял все внимание своей музыкальной карьере, хотя я и был активистом по защите прав животных, но не тратил на это много времени. Сейчас для меня активизм важнее всего остального. Такой сдвиг в приоритетах произошел постепенно или в один момент? Мои эгоистичные потребности со временем начали терять важность, а активизм стал переходить на первый план. Я бы, конечно, хотел жить в идеальном мире, где мы могли бы себе позволить роскошь быть эгоистичными, но мы живем в мире, который находится в сантиметре от тотального катаклизма, где сотни миллиардов животных убиты ради использования человека. Если бы мы жили в мире без проблем изменения климата, без эксплуатации животных, с исключительно возобновляемыми источниками энергии, то тогда да, будьте эгоцентричным. Но наш мир сейчас не может позволить людям право или роскошь быть эгоцентричными. Изменение климата и животных – это то, что двигало вам изначально, или все начало с чего-то другого? Сначала я был под влиянием, так сказать, человеческого парадокса. Любил животных и ел животных. Когда я был маленьким, то любил спасенных животных, которые у нас жили, но также ел в Бургер Кинге. Когда мне было 19, помню, как я гладил нашу кошку из приюта, и вдруг у меня в голове что-то переключилось. Я понял, что у этой кошки есть два глаза, центральная нервная система и прекрасная богатая жизнь. И что у каждого животного есть два глаза и центральная нервная система, и замечательная жизнь. И они хотят прожить свои жизни в соответствии со своими желаниями. Тогда я стал вегетарианцем и через пару лет веганом, поскольку узнавал все больше о процессах использования животных при производстве яиц и молочных продуктов. Когда в 1987-м я стал веганом, никто не знал, как произносить это слово. Веган, веджин или виджин. Заходишь в ресторан и спрашиваешь, если у них что по веджину, и официант отвечает, возможно, есть по вегану. То есть 30 лет назад никто не знал, как называется это движение. И очевидно, что за это время веганство заметно выросло. Произошла одна очень интересная вещь. До недавнего времени тема прав животных основывалась на благосостоянии животных. Сейчас же, развивая тему прав животных, мы можем говорить о животных, об устойчивости к антибиотикам, об изменении климата, обезвлесении, голоде, использовании воды, окислении океанов, раки, диабете, болезнях сердца. Обо всем том, что является результатом животноводства. Поэтому появилось много путей быть активистом в защиту прав животных. Взять некоторых людей, например, Джима Кэмерона, я даже не знаю, думает ли он о животных, но он убежденный веган и убежденный активист с позиции окружающей среды, с позиции здоровья. Всемирную известность Моби принесла электронная музыка. Его альбомы разошлись тиражом более 20 миллионов. Мы спросили его, есть ли связь, синергия между его творческим подходом и этичными принципами. Мой активизм во многом сформирован под влиянием жизни музыканта. Это и есть синергия между активизмом и творчеством. Мне никогда не удавалось писать тематические песни. Я пытаюсь использовать свой статус публичной фигуры и свой творческий канал в активизме, но я не знаю, как создавать музыку на тему прав животных. Есть группы, которые пишут такую музыку, но в основном очень тяжело канализировать эту тему через лирику. У некоторых, получается, у меня нет. Это потому, что ваша музыка преимущественно инструментальная? Не знаю, моя музыка скорее эмоциональная и субъективная, а не специфичная и тематическая. Моби написал саундтрек для документального фильма «Земляне», раскрывающего проблему эксплуатации животных людьми для развлечений, научных исследований и с целью производства одежды и пищи. Моби также участвует в других компаниях. Недавно он и организация Mercy for Animals объявили о запуске веганского фестиваля в этом октябре. Он дает доклады на тему прав животных в различных шоу, открыл веганский ресторан, дает щедрые пожертвования. Его вовлеченность в тему неоспорима. Мы спросили его, каким достижением он гордится больше всего. В 1989-м я был серьезным христианином. Сейчас я верю в квантовую механику и даосизм, и все не так просто устроено, я больше не называю себя христианином. Но когда я им был, то в один момент хотел все променять на то, чтобы стать министром. Так и не смог. Вместо этого в последующие десятилетия я работал над карьерой. И плюс этого был в том, что я накопил денег, и сейчас могу посвящать их активизму по защите прав животных. Я горжусь тем, что могу поддерживать людей, занятых активизмом, на постоянной основе. Активисты, которые работают с утра до вечера в таких организациях, как Mercy for Animals, как Passion of a Killian, общество защиты животных, получают мою поддержку. Люди, которые проводят тайные расследования. Я горжусь тем, что в рамках своих возможностей могу их финансово поддерживать. И если я вот-вот собираюсь купить что-то, в чем нет необходимости, то я говорю себе, а нужен ли мне этот второй дом, или нужен ли мне этот частный самолет? Разумеется, нет. Я могу летать с авиалиниями, у меня уже есть отличный дом. Я лучше возьму эти деньги и вложу их в защиту прав животных. Каким организациям вы больше всего помогаете? Я фокусируюсь на помощи животным в индустрии животноводства и на аспектах здоровья. Поэтому три организации, которыми я больше всего работаю, это Mercy for Animals, комитет врачей за ответственную медицину и общество защиты животных. Mercy for Animals полностью сконцентрированы на животных из промышленного животноводства. Комитет врачей за ответственную медицину возглавляют врачи-веганы. И общество защиты животных – самая большая организация с мощным юридическим влиянием мирового масштаба. Что вы отвечаете людям, скептично относящимся к таким организациям, из-за того, что они не работают с этическими вопросами прав животных. Мы очень маленькое движение, и у нас нет много людей, ресурсы ограничены, поэтому нам нужно принять такое положение вещей, как есть. Я сам убежденный аболиционист, но я буду работать с любым. Я полностью за радикальную защиту прав животных. Но если кто-то из Mercy for Animals или общества защиты животных ведет переговоры с компаниями из фастфуда, встречается с рабочими из промышленности животноводства, и таким образом существуют постепенные изменения, я только за, иногда нужны эти маленькие негламурные шаги, приводящие к большим изменениям, слишком просто показывать пальцы на тех, кто работает над маленькими изменениями. Были ли ситуации за последний год, вселяющие в вас реальную надежду о прогрессе движения? Каждый день где-нибудь появляется статья о роли промышленности животноводства по изменении климата, обезвлеслении, развитии рака, диабета, ожирения и так далее. И каждый день также в сети появляется огромное количество фото красивых животных. То есть сердца людей открываются благодаря таким фото. Ну и мозг тоже открывается для новой информации о последствиях промышленности животноводства. Так как это происходит параллельно, я верю в то, что мир меняется. Животноводство скоро встанет в один ряд с курением, расизмом, антисемитизмом, то есть с вещами устаревшими и ужасными. Если людям удастся прожить еще сто лет, то в течение этого времени промышленность животноводства исчезнет. А если не исчезнет, то будет ничтожно маленькое в сравнении с тем, что есть сейчас. Вы пример для очень многих. На кого вы сами ориентируетесь? Это может показаться очевидным, либо странным на Ганде. Ганди был юристом в Южной Африке, который, не хотя стал активистом, и поменял течение истории с самым мощным социальным движением. Он сделал Индию, Пакистан и Бангладеш независимыми от Великобритании. То Ганди это было невообразимым. Я смотрю на таких людей, как он или Вильям Вильберфорс, один из ранних аболиционистов рабства, и вижу, что они плыли против сечения намного более мощного, чем наше, и они выиграли. Также я уважаю труды Джона Робинса, Питера Синнера и многих других людей, которые много внесли в движение по защите права животных. Ну и с точки зрения истории, начиная с Толстого, заканчивая до Винчи, исторические веганы. Давайте поговорим о ваших ресторанах. Кого вы там, ну, совершенно не ожидали увидеть? Когда мой ресторан «Маленькая сосна» в Лос-Анджелесе только открылся, Эллен Де Дженнерес, Майли Сайрус, Салман Рушти, Кори Букер и Дэвид Финчер были в нем примерно в одно время. Майли и Кори были единственными веганами. Моя цель с этим рестораном, конечно, угодить веганам, но также достучаться до ней веганов. Поэтому, хотя я сам не пью, у нас есть отличная коллекция вина и пива. Я хочу, чтобы люди поняли, что веганская еда нормальная, что это хороший ресторан для хорошего вечера. Как активист, я придерживаюсь строго этической позиции и люблю поучать, но мой ресторан больше построен на идее привлечения людей, чем на промоушене. Какой следующий шаг в веганстве будет наилучшим? Я верю, что этим шагом будет наша оценка ситуации, понимание того, что работает, а что нет. И просто нужно сконцентрировать больше времени и денег на том, что работает, и меньше на том, что не работает. По-моему, неэффективны споры внутри движения, неэффективно взять и направить все деньги в приюты. Какое-то количество – да, но не нужно слишком много приютов. С другой стороны, нам нужно объединиться и добиваться законодательных изменений и изменений в культуре. Ваши планы на будущее? Жить как можно дольше, работая в сфере активизма по защите прав животных. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова